Всем привет, ребят! Это 17-й пускокотайм, с вами опять я, Айк, и сегодня мы находимся в Кальян-депо. Сегодня мы будем с вами разговаривать о том, о чем вы меня очень много просили, ждали и говорили «пора-пора» от Танжа. Мы сегодня будем вас знакомить с этим табаком, освещать данную тему. И начнем, пожалуй, с истоков. Это американский табак, делается в США, и он кардинально отличается от всех остальных американских табаков, а-ля Старбазы, Фумари. Они более легкие, более дымные, скажем так, для более таких непрокуленных людей от Танжа он совершенно другой. Он включает в себя сейчас, на данный момент, вроде три линейки. Это Бёрли, Беркук и Нойер. Еще были линейки Флайн и Люсид, но вроде они больше не производятся. Что ж, делает эти табаки химик, какой-то клевый мужик. Сам эти табаки производит, сам подбирает вкусы. У него два или три высших образования, зовут его вроде Эрик, как-то так. Парень вроде с головой и все такое. Что ж, фасуется этот табак в обычных пакетах в виде колбасы, у нас нет зафасованного сейчас Танжа у нас, только он уже акклиматизированный, лежит в контейнерах. Сейчас, на данный момент, самая легкая линейка, это линейка Беркук, вот с такими зелеными у них наклеечками, которые надо, на скотч, присобачивать контейнером. Самая крепкая линейка, наверное, это новая Берли, у нас уникальный Минт, вкус от него. И Нойер, тоже крепкая, стандартная линейка, старая, добрая. Она мне нравится больше всего. Раз уж мы коснулись темы акклиматизации, надо все-таки рассказать, что это такое. Крепкие сорта Танжа необходимо акклиматизировать, потому что, когда ты только-только достаешь его из упаковки, бывает, что он отдает какой-то, не знаю, резиной, какими-то носками воняет этот табак. И в чем сути акклиматизации? Нужно табак тонким слоем выложить на фольгу на 4 часа, после этого весь табак собрать, сложить его в контейнер и поставить его храниться при комнатной температуре часов, может, 20, где-то так. Ну, так, по крайней мере, советуют, но на самом деле я не особо в это верю, потому что бывает так, что я открываю упаковку Нойера, а он уже пахнет вкусом, который заряден на упаковке. Поэтому, не знаю, нужно как бы самому понимать, сколько его нужно акклиматизировать, самому чувствовать этот вкус и запах, и я думаю, нет смысла так долго его акклиматизировать. Многие могут со мной согласиться, но я считаю именно так. Поэтому решайте сами, смотрите сами. Что же, наверное, еще коснемся темы количества вкусов этого табака, так как постоянно что-то добавляется, что-то убирается, ищет вот две линейки, и поэтому, я не знаю, может, мне сейчас вкусов 100 в наличии у Эрика, и был такой прикольный слух, что вот эти надписи на бумажках пишет его жена и ее подруги, типа, маркерами. Это забавно, это прикольно. Поэтому, наверное, не будем еще больше разбазариваться, а просто покажем, как этот табак забивается. Забивать будем сегодня на классической глиняной чашке, и забивать будем сегодня на, скажем так, подобие гармошки, которые продаются на Силасе. Стоят недорого, доступно, и я просто хочу это сделать, чтобы показать, что на таких чашах там тоже прекрасно курится. Будем забивать двумя способами. Это воздушно, вследствие чего там же будет куриться еще крепче, и плотно прижимая табак, трамбую его, как он будет куриться, типа, чуть полегче. И забьем сегодня, пожалуй, кашмир сливу, покурим его, пожалуй, чистым. И забьем сегодня вишенку черри с, наверное, мятой. И посмотрим, как все это будет куриться. Кстати, вишня у нас из зелененькой серии, а из самой крепкой у нас мята, Бёрли. Что ж, погнали. Итак, забьем Кейн Минт от самой крепкой линейки Бёрли. Кстати, нужно коснуться того, что этот табак черный, и этот табак анвош, ну, то есть, не мытый, не промытый, типа. И видите, он как бы такой черный-черный, в этом его особенность. Самое главное, я думаю, странно, почему я об этом не сказал раньше, видимо, я думал о других вещах. Я думал, как бы быстрее бы его покурить, и поэтому, видимо, я об этом не сказал. Но, ну, об этом, конечно же, стоит упомянуть. Накидаем побольше мяты, потому что я обожаю мяты, вы все это знаете, и накидаем все, что у нас осталось вишенке. Вот так вот все накидаем, и, пожалуй, пожалуй, это будет плотная... Нет, хотя нет, давайте сделаем это воздушной забивкой. Воздушную забивку я не шликую, потому что, по-моему, мелкий, как вы сами видите, не очень большой. Берем классическую египетскую чашу и просто воздушно закидываем туда наш тарш. Я его не выжимаю, я его не прессую, ничего тебе там не делаю. Это обычная воздушная забивка, которая будет тебя убивать, потому что чем воздушнее ты накладываешь тарш, тем сильнее тебя уносит на небеса. Так, что ж, вот так вот закинули, слегка прижали, чтобы он был в одном уровне с краями чаши, сделали маленький колодец. Ну и ничего сложного, а у забивки там же нет, в принципе. Вообще, я считаю, что этот табак очень трудно сжечь, особенно его, скажем так, в клетке ливнейки, поэтому вы можете не бояться. Из него даже выходят крутые оверы. Ну, правда, я не люблю таншку рить овером, потому что тогда нужно вызывать скорую мне. Не знаю, как другим, но я предпочитаю таншку рить плотной забивкой или вот такой воздушной на классической глиняной чашей. Вы можете забивать также воздушно на УПГшках, на всяких интересных других чашках, но у нас сегодня вот такая глиняная чашка классическая, я решил забить на ней. Что ж, обычная чашка сиваса, подкос под гармошку, на ней тоже очень прекрасно курица. Что ж, забьем сюда, как я уже сказал, кашмир слива. Если обратить внимание, когда табак очень долго, скажем так, залеживается на полочке у тебя, то сок уходит вниз табака у танжа, и верхний слой остается немного таким суховатым. Поэтому, когда ты берешь танж, лучше брать это дело все снизу, чтобы подхватить с собой немного сока. Ну, вы сами понимаете, да, чтобы, как я уже говорил, все дело в соку. И берем танж, сколько нам надо, сколько останется, обратно положим. И начнем забивать теперь что-то подобие гармошки, и это будет плотная забивочка. Ну, погнали. Погнали, погнали, погнали. Я думаю, я наложил очень много тут танжа лишнего, но ничего страшного, мы его потом сутилизируем. Да, Никитос? Да. Тебе не жалко танж выкидывать? Кстати, о цене этого табака нужно сказать, что танж теперь стоит просто как машина. Потому что раньше я мог себе позволить танж курить практически каждую неделю по две упаковки, а то и по три, если у меня дела идут хорошо. Но сейчас я себе могу позволить всего лишь одну упаковку танжа, потому что он стоит где-то две тысячи сейчас, представляете? С ума сойти, этот курс нас всех сведет просто в могилу. Ну и вот, накидали танжа и его трамбуем. Некоторые делают это вилкой, некоторые делают это ложкой, я вообще считаю, что так делать нельзя. Почему-то, хотя сам Эдик так делает, ну, создатель этого табака делает это вилкой, я не понимаю, почему. Я считаю, когда ты делаешь танж с любовью, трогаешь его руками и греешь его в процессе забивки чаши, то, как бы, курится намного лучше. А так ты какой-то железной палкой твичишь в этот бедный танж, а он такой весь, короче, нежный и что-то меня понесло. Ну, давайте будем более профессионально относиться к своим обязанностям. Ну и вот, я его трамбую, трамбую, как видите, сильно, прям, прям как мне нравится. Трамбуешь, ничего не боишься. Так, ну, я был неправ, мне хватило кассы этого табака, чтобы забить эту чашечку. Расход, кстати, нормальный, меньше, чем у гармошки, у этой чашки. Думаю, чуть больше, чем у Элиэза. Ну, посмотрим, я думаю, курится будет вообще отлично. Там, жирс, есть же. Ну что ж, обе чаши готовы примерно. Там, сейчас прессовал, дырочку прочищу, уфануло. Ну и вот, в принципе, и все. Подобие гармошки из Сиваса я буду курить на колодке. Чашечку из классической египетской глины я буду курить на... фольги. Покажу, как натягивать фольгу на танж, на классическую глиняную чашу. В принципе, ничего особенного, просто для информативности. У нас сегодня обычная фольга с Сиваса, микрон может 15. Я думаю, два слоя тут, в принципе, хватит, поэтому не нужно еще дорвать. Вот, в принципе, два слоя такой фольги будет более чем достаточно для танжа. Что ж, плотненько натягиваем. И разглаживаем по углам эту чашечку, чтобы достичь максимальной герметичности при куривании. Ну, вы понимаете, о чем я. И слегка подгибаем края кверху, чтобы у нас ничего вдруг не пригорело отмнизу. В принципе, ничего особенного. Танж легко сбивать воздушно. Да и в трамбовке не вижу ничего сложного. Вообще-то, танж такой оптимальный табак, его можно и так, и так, и всяк, как угодно. Поэтому в этом нет ничего трудоемкого. Вот, в принципе, все. Берем обычное шило, не знаю, как зубочистка, наверное, шина. И делаем уже нечастые большие дырки. Танж я курю именно вот так, на нечастых больших дырках. Пациенту не делал дырок, потому что у меня там колодец. Ну, вы поняли, о чем я. Наши две чашки готовы. Приступим к курению. Поставим все это дело на кальяны, поставим угольки. И поднимемся впечатлениями уже непосредственно при курении. Мы поднесли наши танжи на двух ламонов. Естественно, на модных, красивых, фиолетовых и черных. Черных. Почему ты смеешься? Да вот. Все, потому что. Все много ура. Хорошего понемножку. Этого парня, кстати, зовут Никита. Всем привет. Послышь, конечно. Короче, он грудит этим местом, и он молодец. В общем и целом, что можно сказать. Танжи это очень крутой табак. Для ценителей, как минимум. Если его взбивать, возможно, он более дымно. Отдает себя, как вы сами видите, наглядно, в луку курить. В колодке у нас три уголька. Под колпаком у нас четыре уголька. Поэтому, наверное, он сильно гумит, но его можно убрать. Разогревать там же надо минуток пять перед началом курения. А потом можно снимать колпак и уже свободно курить на четырех углях. Но если начать подгорать, что очень маловероятно, просто снимать один уголек, и все прекрасно дальше курится. В принципе, сказать больше нечего от танжи. Танжи это очень клевый табак, очень дорогой сейчас. Очень маскированный, и я думаю, в скором времени станет очень редким. В общем, в целом, ребят, я сказал все, что я знаю от танжи, показал две заметки, которые я умею делать. Танжи очень прекрасно можно миксовать с любым табаком, включая и факер. Без проблем можно миксовать. Но я считаю, лучше его не класть слоями с факером, а именно перемешивать, чтобы добиться более-менее оптимальной температуры нагрева табака, чтобы у вас, допустим, не горел факер, а танжи кунился хорошо. Поэтому дело придет с опытом, сами все поймете, главное пробовать и пытаться. Две стандартные забивки, и все прекрасно курится. Накрывает с воздушной сильнее, но лично я накрыл. Спокоишь? Да. Что ты тут так вздыхаешь постоянно? Ну, в общем, в целом, на этом все, ребят. Вам всем большое спасибо за просмотр. Я сделал обзор на танж, как вы меня очень много просили. Сказал все, что я о нем знаю. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Добавляйте к нам в группу. Репостите наши все видеозаписи. Будьте молодцами. И мы тоже будем молодцами, в свою очередь. Будем вам помогать. И вы тоже не помогаете. Мы делаем над ней лучшее. В общем, все по списку. Всем удачи. Дым и вечеров. Густых, сладких, нежных. Это был Хукер Тайм. Это был лайк. Мы находимся в Кальян Депо. Вам, ребят, спасибо большое за помощь в участии в снятии этого видеоролика. Познавательного для ребят, которые любят кальян. Вы молодцы. Ты тоже молодец. Спасибо, бро. Ну что ж, на этом все. О, оператор. Ты что, ты что думаешь там? И снова я, как всегда, в конце. Конечно, хочу. Он же накрывает. Да, так говорят. Какой ты хочешь покурить так сначала? Плотную забивку или воздушную? Да, давай с любого начнем. Все попробуем чуть-чуть. Давай начнем с плотной забивки. Ай, извечный вопрос. Зачем ты продуваешь все время кальян? Тебя все спрашивают. Ну, по большому счету, продувать кальян нужно, когда он у тебя горчит. Когда у тебя подгорел табак и в колбель скапливается горелый длин, то его нужно продувать. А я почему-то продуваю теперь по привычке. После каждого вздоха, после каждого раза, когда я беру труппы, я просто продуваю. Не знаю, по большому счету, это большая привычка. В принципе, ничего страшного. У всех не было бы так. Да. Приучайте тебя тоже к этой привычке. Все будете ему продувать кальянку. Что с вашим оператором? Вкусы классненький, мне нравятся. Нравятся? Да, я не знаю. И тянется очень легко на вот типа гармошке. Очень. Ох, ох, ох. Вот это сильно мята, прям вообще лютая. Ну, мне на самом деле... Ну, я больше люблю кальяны, вот как на гармошке. А он по лайтове и накрывает. Это очень сильный. Мята прямо... Ну, тяга. Тяга вот на плотной, да? Или воздушной. Вот на воздушной мне нравится тяга больше, как на воздушной. На типа гармошке мне слишком легко тянется. Как-то не классно. Водички вводят побольше. Ну, да. Вообще, это из-за чашек, по большому счету. Делала именно в чашек, потому что у гармошки уже как бы фанал. Фанал легче тянется, по сути. Хотя, смотря какой фанал еще. Еще и колодка. Ну, да, действительно, колодка. Все условия для того, чтобы я не могу. Пожестикулируй.